в этот раз приготовим сыровяльную колбасу можжевеловую для этого берем свинину и сало свинину по возможности постную но можно и немного жирненькую жирность регулируйте по своему вкусу сейчас все сырье пропускаем через мясорубку у меня решетка 8 миллиметров вот такой фарш у нас получился после мясорубки сейчас будем собирать специи так ну что наш фарш готов все ингредиенты собраны сейчас выливаем коньяк специи хорошенечко перемешаем дадим постоять минут 20 может 15 вот они без заразиться и тогда будем высыпать все и замешивать фарш специи наши прошли дезинфекцию теперь можно соль и специи высыпать фарш и перемешивать распределять специи надо аккуратно сильно не нужно перемешивать чтобы сало не размазалась по фаршу поехали вот такой фарш у нас получился все перемешали специи распределились соль тоже сейчас все будем набивать в оболочку оболочку выбираем ай цел 45 миллиметров батоны наши с колбасой можеевой набиты вот такой вот рисунок обязательно завязали петли с двух сторон потому как раз в неделю будем переворачивать верх ногами подписали дату вес и от нее будем уже потом считать усушку сейчас отправляем в холодильник еженедельно будем переворачивать вялиться будет наверное недельки пять шесть семь как получится колбаса провялилась шесть с половиной недель потеряла до 40 процентов где-то 38 39 40 сейчас будем нарезать нарезали нашу колбасу с можжевельником смотрим что получилось вот так вот усохла оболочка нигде не отстала очень хорошо показала себе вот такой вот срез с жирком с отливом очень хорошо колбаса полностью готова вкус запах отличный срез с жирком с отливом очень хорошо Продолжение следует...